Зимой 2018 года крошечное тамбовское село Глазок атаковали журналисты федеральных телеканалов. Столько гостей Глазок не видывал за все 400 лет своего существования. Журналистов из столицы, как и нашу съемочную группу, заинтересовала история молодых ребят, которые бросили привычную городскую жизнь и отправились работать учителями в обычную школу в глухом селе. Здравствуйте, гости! Здравствуйте! Вам журналисты в очередь строятся. Проходите. Меня Антон зовут. Да, мы с вами говорили, присаживайтесь. Давайте мы вам освободимся чуть-чуть, чтобы наша камера тут не отнимет. Это не кошмарило. Добрый вечер, 7 класс. Добрый вечер, Карина Михайловна! Да, я родилась в Москве, и выросла в Москве, и училась в Москве, а потом узнала про программу «Учитель для России». Прочитала про нее и поняла, что идеальный вариант для того, кто хочет уехать из Москвы и со всеми своими знакомствами, связями, навыками, умениями быть где-то полезным. Ну, то есть вы вскоре обратно, да? Программа рассчитана на два года. Ну, там, условие, что ты работаешь два года в школе, тебе выплачивают стипендию. У меня второй год заканчивается в июне, и да, надо что-то решать. Это какой вид? Да, мы знаем спирт 4. Определенно лично, неопределенно лично. Это вообще лично. Почему, Илья? А потому что это пословица. Потому что это пословица, класс. Все, закрываем вообще, все, что у вас на столе. Для меня лично главная задача первая, чтобы детям было интересно, потому что без этого, без мотивации, без интереса личного детей практически невозможно никакие методики применять. Как раз я из тех людей, для кого программа «Учитель для России». Ну, то есть я работал, вообще получил образование высшее, как инженер-конструктор машиностроений. Работал на нескольких оборонных заводах потом в течение ряда лет. Ну, и на меня там строили большие планы. Но в какой-то момент я понял, что мне интересно было бы попробовать работать с детьми и решил так поменять свою профессию. Вскоре телевизионщики уехали, а мы решили поближе познакомиться с новыми глазковскими учителями. Пишите на листочки пока. Подожди. Друзья, так, сейчас, секунду. Вероника, подходите, посмотрите, вот как это в теории может быть. Друзья, давайте все подойдем, посмотрим. Потом вы попробуйте, я оставлю вам. Итак, сейчас мы видим, что лампочка горит. 2,6 было вольта. 2,3, 2,4. Как раз то, что нужно для светодиода. Итак, 4 картошки зажигают лампочку. Я вам оставлю оборудование до конца дня. Попробуйте, если кто хочет, домой заберет. Но вы знаете, что если у вас сел телефон, втыкаете цинк-медь. Цинк-медь, цинк-медь, цинк-медь. Подзаряжаете, съедите мяч. Да, в себя. До свидания, приятного аппетита. Сегодня урок я узнал о обобщенно-личных глагольных. Я так и не понял. Я путаюсь в некоторых глагольных предложениях. Пока все хорошо. Свой спасибо. Типа я хочу... Пока. Пока. Все хорошо. Ну, сначала я просто офигела от того, как здесь все устроено. Боже, ну это прям такой сельский быт. Типа туалет на улице, ванная в кухне, там, без шторы. Сбербанк, который работает по каким-то трем дням в неделю. Тут некуда сходить вообще вечером. Там такие, типа, сельские жители, которые не будут говорить с тобой о литературе, там, вечерами. Или, там, обсуждать Тарантино, не знаю. Я очень мало общаюсь с людьми вне школы, с взрослыми. Потому что я не знаю, что вообще... Зачем я им и что они мне... Ну, что они мне, в общем, понятно, типа, так узнать, как они живут. Но, честно, мне как-то... Ну, не то чтобы не очень интересно, ну... Просто это их же... Ну, не знаю, я не люблю это. Ну, когда я смотрю на какой-нибудь... Там они собираются на праздник, не знаю, там, какой-нибудь концерт на 8 марта, там, в Доме культуры. Ты видишь этих тетенек, дяденек, бабушек, дедушек. Ну, такие все средневековые. Мне кажется. Есть в Воронеже очень модный такой хипстерский бар. Там не было сначала никакой кухни. Он был такой камерный, такой крутой. Ты прям чувствуешься частью какой-то такой, типа, тусовки. И мне мальчик, значит, пишет. Говорят, ты, типа, хорошо разбираешься, бедник. Давай, типа, замутим. Я была в черном платье, в белых кедах, как вообще модный хипстер. И я, правда, очень сильно переживала из-за того, что, ну, типа, там как-то сценарий такой был, что, типа, они там что-то играют, а потом, значит, я читаю текст. Потом они что-то играют, а потом я читаю текст. И я думала, боже, вот они отыграют. И все эти хипстеры, которые там сидят за баром, они просто свалятся, скажут, о, какая-то поэзия, короче, пойдем покурим пока в это время. Но нет, но они прям сидели и слушали. Я подумала о том, что, ну, типа, это то, что бы я делала, просто, ну, бесконечно. Просто стояла бы в каком-нибудь баре красивая, читала бы стихи людям под джаз. И чтобы еще платили за это. Так, к сожалению, не бывает. О! Привет! Добро пожаловать, Артем! Делайте, пожалуйста. Предлагаю чуть-чуть расслабиться. Я уже дала этого, да. А, ты знаешь, что пьешь мое вино? Да, я вот что-то взял, как обычно, не свой чай. Я не стала вмешиваться с мещанскими, типа... Да, да, вот это, типа, мое, мой воздух, моя земля. Смотрела холстомир? Нет. Я вижу там, Двое возводят храм, И горько нам, Но храму не устоять, Я узнаю, Небо по облакам, Но если ночь, Как мне его узнать? Да, 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 да... Чем она украшена? Липами, осинами, девчатами, красивыми. Ой, подруга моя, осина, выходи и выручай. Я девчонка, поливай, смотри, ты не подкачай. А неужели, неужели, неужели сбудется? Неужели мой залет мою здоровую любит нас? А? Всем этим людям. Кому? Этим? Всем людям здесь вот. Вряд ли. Ну а что делать? Это лучше, чем что-нибудь делать. Ну, в смысле, это же традиционные люди. Если надо прийти, то Масленица, они приходят. Но если Новый год, они готовят три года. Ну, в смысле, они могут тоже быть нерадостными. Вот так надо. Традиция. А теперь пришла пора прощаться с вами. От нам с пеногами до блинами. Сгорают, 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 сгорают. Сгорают. Пошли домой к Артему уже. Все. Будем сейчас есть блины, пить чай. Мы смотрели Масленицу. Было очень странно. Ну да, ну, представляешь, они, ну, короче, клуб сельский. Возле клуба все, значит, собрались. Дети, взрослые, какие-то бабушки, усатые мужики. Все, значит, там жрут блины на скорость. Ну, короче, это какой-то вообще мрак. Смотрите на задание. Ну, в смысле, просто, чтобы вы... Поняли, что от вас хотят. Открываете 13-30, и мы идем в обратную сторону. Все то же самое, но в обратную. Задание 4, оно про приставки. Составители ЕГЭ считают, что если вы, как бы, научитесь выполнять четвертое задание, то вы будете писать слова с приставками без ошибок. Разбираемся с тем, как его сделать. А на втором уроке... Что такое, что происходит? Вы не выспались, устали, не поели, вас побили. Пожалуйста, можно... Они на турниках назабочились. Ну... Нет больше сил, ну, посмейте уже хорошенечко. Ну, что я могу все это сделать? Можно выйти, Нина? Да он не хочет. Алина Михайловна, так... Я не... Почему вы не носите ничего? Я принес. Ну, в смысле, вы смотрите, в расписание, письмо, русские, русские. Ну, иначе это все мимо, и я не понимаю, от чего вы приходите на урок. Ну, иначе это все мимо, иначе это все мимо, иначе это все мимо. Иначе это все мимо, иначе это все мимо. Ну, те ребята, которые, например, мои ровесники, остались на заводе, работали, чего вы... Они не развиваются совершенно... Ну, по мне это просто неинтересно, у вас другое творчество. Нет, нет. Если будет меняться у детей, завод за 11 лет, без конца учителя. Как-то странно. В первом приближении. Как-то это не совсем правильно. Учитель работает, он нарабатывает опыт с этими же детьми, он их знает. И потом, вот, представляете, вы уже какие-то определенные вот наработки у вас есть. И тут приходит другой учитель. А у детей психология, которая уже... Пусть привыкает нашему миру. Ну, как это пусть? Которому все всегда... Выстроились. Только наведешь порядок уже с врачами. Только закончил институт, хотел пойти на завод, на котором мы родили, по 30 лет отработали, в своем родном городе, и остаться там на всю жизнь. Я так подумал. Ну, вот на два месяца меня хватило. Ну, это пока. Пока семьи нет. А потом оказывается, что это смысл жизни. Самое, что это по-разному. У всех. Был выбор. Как это выбор? Семья, как может быть, и выбор? Семья – это основа наших государств. Откуда вы это знаете? Как это? Это традиция. И общество состоит. Как наш патриарх говорил, семья – семей. А как без семьи-то? Я не знаю. Как будешь себе представить, с родителями сегодня? Женит? Это нереально. Я бы не сказал, что у нас с ними были теплые отношения. С кем? С родителями. Что имеется за ним? Представляешь и плачут. Ну, все сложно. Очень сложно, я согласна с вами. Поэтому и должно быть разнообразно. Чем сложнее разнообразная система, тем она устойчивее и стабильнее. Чем сложнее разнообразная система, тем она устойчивее и плачут. В чем суть? Смотрите, я сажусь. Смотрите, чтобы здесь появился треугольник. В смысле, была мощная тень от носа, но здесь было тоже освещено. Корот, я не думаю, не освещено. Так, тут где-то бровь. Так, волосы сейчас сначала. Для Данила. Так, тут прядь. Вы специально ее вытащили, да? Можно дать намек на какие-то там надписи или узоры, что там есть, но не обязательно. Да, я дам. Начал. Да-да, нет, хорошо-хорошо, но для первого раза это замечательно. Даже не для первого. Углем-то вы первый раз рисуете. Вот что означает. Молоток не надо держать. Кому-то удобнее информацию запоминать через табличку, кому-то удобнее просто так прочитать и все запомнить? Кому-то жить неудобно, да. Две минуты прочитайте, пожалуйста, просто чтобы вспомнить, чем они отличаются. Ну, типа, у нас был диктант, и это был отрывок из «Над пропастью воржи», когда у мальчика, значит, умер брат. Я давала к диктанту грамматическое задание написать, что за эмоцию, как они думают, испытывал этот мальчик, и привести пример, испытывали ли вы когда-нибудь такую эмоцию и при каких обстоятельствах. Например, один мальчик написал, что я очень злился, когда я был посреди поля, и у меня заглох трактор. И я, значит, начал его... Ну, я не мог долго понять, в чем проблема в тракторе. И я вышла, ну, типа, я прям представила, как он стоит посреди поля с этим трактором, и мне было так страшно, а ему, типа, 13 или 14 лет, ну, он 8-классник. Говорит, и я так злился, что я начал, ну, типа, просто такой стоял и, типа, бил ногой по колесу, по шине трактора, потому что меня, ну, типа, я разозлился из-за того, что не понимал, в чем проблема. Ну, я просто удивляюсь тому, что этот, ну, типа, тебе 13 лет, что трактор. Боже мой, ну, в смысле, почему ты не сидишь ВКонтакте, не слушаешь русский рэп, почему ты... Они удивляли меня тем, что они такие, ну, другие по сравнению с теми, теми немногочисленными детьми из Москвы, с которыми я работала. Они, правда, там ухаживают за козами, не ходят в музыкалку, а, ну, что они, правда, там, не знаю, в резиновых сапогах ходят полгода, потому что, короче, разные такие штуки. Они удивляли меня, когда, не знаю, пришли однажды в гости, еще в том году. Можно мы к вам чай пить? Как они вообще это придумали? Что они хотели? Непонятно. Ну, да, я тогда очень сильно удивилась. Думаю, ничего себе, им зачем-то надо к нам в гости. Зачем? Общий тренд высоковато. Общий тренд обсойдет для сельской местности. Для тех, кто ненавидит к себе, кто мною. Красавчик. Ну, здорово. Так, голубой готов мальчик. Так, голубой мальчик. Да он блек, блядь, за хуй. Белило, все съедают. Ну, что это за кишка в космосе? С этих слов и начинай все сначала, за неимением любви сойдет и так. Никому не интересно, почему ты раньше молчала. У всех своя пустота. Ты не интересен Богу, потому что Богу, б***ь, ты не интересен Богу, потому что Богу, б***ь, ты не интересен Богу, потому что Богу, б***ь, ты не интересен Богу. Ну, пуштот, б***ь. Ну, пуштот, б***ь. Субтитры делал DimaTorzok Мы рады приветствовать вас на духовно-просветительном Вечере, когда душа небесный голос слышит Сегодняшнюю встречу мы посвящаем трудным, но героическим страницам истории нашей Родины Иван, ты что делаешь? Гайпера дожидаешься? Петь, там женщина плачет Тебе показалось, откуда здесь женщина взялась? Там туман клубится, а в тумане по ничейной полосе в нашу сторону женщина идет Наклоняется над убитыми и плачет Господи, она похожа на Богородицу Братцы, ведь Бог избрал нас для этой самой памятной минуты На наших глазах чудо совершается Перед нами святое видение Немцы совсем ордерели Они сейчас даже твои стреляют Или ты думаешь, они тебя увидят и биты дриты скажут? Пейте, пожалуйста А может вам еще и хлебушка завернуть? Замолчи, а не то Ребята, перестаньте! Олег, он прав, тебе действительно не стоит подниматься Я, провожая его на фронт, благословила крестиком и попросила Сынок, не снимай крестик из себя, он тебя спасет от смерти Перекрестила, и он уехал Повезли ребят на фронт неподготовленных И все, кого не убили в первом же бою, попали в плен Этот спектакль посвящается всем детям планеты Детям, которые навсегда остались История Сергея Безымянного летчика и многих солдат Офицеров, блокадников, дружеников тыла Детей войны заканчиваются одинаково Его победа над смертью стала и их победой Семочая вода твоя Хрестом Владычном Господин Хрестом Детей войны заканчиваются одинаково Детей войны заканчиваются одинаково Я не знаю, как она Некущая небесный голос слышит Детей войны шикарные просто Артем, она вообще спасла меня Сегодня весь концерт Я смотрела на нее и представляла Как-то я рисовал, мучился. Да, я мучился. Потому что зеленый, проблема зеленого, он свистит, он чистый. Для меня просто я не была на репетиции. Для меня было открытие. Вы видели, что я с крестом сегодня ходила так весь день? Я думала, вдруг будет фейс-контроль. Я вообще не понимаю, какое вообще может быть взаимоотношение между Богом, верой, любовью и войной. Почему мы так гордимся, я не понимаю, тем, что мы защищали Русь, там, что-то православное, что вообще, ну, в смысле, это же убийство, оно вообще никак не связано с войной. У меня какое-то, видимо, странное представление, может быть, о Боге. Какое-то, ну, может быть, оно у меня какое-то искаженное. Ну, в моем понимании, это, ну, типа, нет места там в войне, защищать, ну, типа, убивать других людей, чтобы защищать Родину. Ну, как произведение, ну, как концерт, оно было очень выстроено правильно. Ну, оно было... Концерт вообще нет вопроса. Ну, в смысле, дети что-то выучили там, говорили наизусть, все классно. У меня вопрос к самой идеологии и к тому, что они хотели вообще всем этим. Люди, которые это придумали, вот этот духовный праздник, они хотели что? О, чтобы дети посмотрели и как-то нравственно воспитались, наверное, не знаю. Как? Русь могучая, хранят ее небеса. Дети все меня спрашивают, вы что, в Бога не верите? И так удивляются. Ну, видимо, они думают, что они верят. Я говорю, нет, как это учитель физики может верить в Бога? Парадокс. Мне кажется, мы бы не любили так русскую деревню, если бы Пушкина там нечаянно не сослали в Болдино или куда-нибудь там, или Тургенев бы не поехал там охотиться в свое имение. Что бы, откуда бы мы знали, что, кто живет? Крестьяне, что ли, написали бы про себя? Да нифига. Ну, в смысле, любовь к русскому народу, она, мне кажется, только благодаря тем, кто, собственно, не являлся русским народом. Ну, или... Конечно, есть исключения. Конечно, есть Есенин, например. А, по сути, это, ну, такая балабановская реальность. И я прям думаю, господи, зачем вы все здесь живете? Ну, в смысле, почему вы не можете изменить свою жизнь и уехать там куда-то? Русская глубинка – это не романтика, это прям, ну, депрессия и смерть. Серьезно. Ну, в смысле, совершенно точно. Серьезно. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Наша съемочная группа покинула глазок в конце февраля и вернулась в село через три месяца Субтитры делал DimaTorzok Слово предоставляется классному руководителю девятого класса Сачковой Арине Михайловне Я смотрю на вас и на вас У вас все впереди И я вспоминаю себя 8 лет назад, когда мы тоже были выпускниками И было столько у меня планов, что я поступлю в университет, потом его окончу, конечно, хорошо И выйду замуж, найду работу, рожу ребенка, буду жить в Москве, работать в Москве Планы мои все поменялись Вместо этого я стою здесь О чем на самом деле ни разу не жалею, потому что это самое большое приключение в моей жизни И вы мое самое большое открытие Слушайте свое сердце, свою голову И обязательно найдите опытного человека, с которым вы советуетесь Это может быть родитель, или старший друг, или учитель, или кто-то Пусть с вами рядом будет кто-то, кто вам даст мудрый совет Новые учителя пришли, интереснее стало Это же все-таки наше поколение сейчас уже Мы как-то к ним уже привыкли Их очень хорошо приняли, носили картошку Все просто им помогали, все подсказывали, где что, где магазин, где автобус, где остановка Ну, другие они там такие строгие, добрые, хорошие С ними можно, ну, о чем-то поговорить и поделиться Они, возможно, научились с нами терпеть Ну, все равно же, они не станут деревенными, ну, деревенскими же, они по-любому не станут Но они как-то вписались Я думаю, они еще могут задержаться, если захотят Крой богатый земляникою, где такую глухари Невесной любовь великую ты на память подарил Как ромашка на поляночке, как березка у ручья Россияночка, синеглазая моя Уехали! Уехали! Нет, вы поймете! Мы научимся! Мы не совсем тупые прятки! Вспомним! Мы вспомним! ПЕСНЯ 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 Боже Бог, Господь меня сохраняет, пока на этом пути без колебаний. Вот наш народ, он крепок в своем направлении. Трудолюбивый, честный, искренний народ. И думаю, что если бы именно эти качества были бы и деткам нашим привиты, то это было бы просто спасение страны не только в нашем селе, а вообще вот такое направление воспитания детей. Пустую пустоту в себе нести страшно, потому что я буду в старости, если уж не Эйнштейном, то православным. Я не верю, что я могу изменить общество, в котором я живу. Как амбициозно звучит это в слогане проекта. Я не знаю, что такое учитель России. Для какой России? Я учитель для маленького глазка. Маленький, сельский учитель. Быстрее влажен! Ручка, ручка! А вы останетесь в нашем классном закладе? На следующий год? Да. Конечно, куда же я денусь? «Маленький, сельский учитель» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...